Компания Gigabyte решила не утруждать себя созданием новых моделей смартфонов, а просто несколько улучшила начинку существующего аппарата G-Smart Maya M1 и добавила в название приписку V2. Предлагаю разобраться, что ж там поменяли-то? Внешний вид девайса не изменился. В линейке появился новый цвет, универсальный серый. Аппарат сделан из пластика, который по-прежнему остался приятный на ощупь. Телефон немножко похудел, теперь он весит 147 грамм, но на габаритах это не отразилось. Собран хорошо, за время эксплуатации скрипов и люфтов я не обнаружила. Комплектация, ну такое, USB, зарядка и наушники. На передней панели фронтальная камера на 2 мегапикселя, датчик приближения, динамик, а в нижней части сенсорной кнопки управления. На левом торце качелька громкости. На верхнем разъем для microUSB, гарнитуры и дивная круглая кнопка блокировки. Очень непривычно. На задней панели динамик, который вызывает желание сделать погромче. А также 8-мегапиксельная камера с двойной светодиодной вспышкой. Она способна снимать фото с максимальным разрешением 3264 на 2448 точек. Качество фотографии достаточно неплохое, но при приближении заметна нехватка резкости. У Maya меня смутила задняя крышка. Открывается она с трудов, так еще и кнопки интегрированы. Не знаю, сколько замен карточек выдержит смартфон. Аккумулятор остался прежним, 1700 мАч. Как и многие смартфоны, Maya M1 V2 поддерживает две сим-карты с функцией выбора задач для каждой. Экран у девайса выполнен по технологии IPS и обладает диагональю 4,5 дюйма. Разрешение 540 на 960 точек. Углы обзора хороши, изображение не искажается. Матрица закрыта защитным пластиком, который из-за отсутствия олеофобного покрытия довольно быстро пачкается. Сенсор распознает до 5 касаний, реагирует достаточно шустро. На борту у девайса MediaTek MT6589, а также графический ускоритель PowerWare SGX544. От предшественника отличает 4 ядра мощностью 1,2 ГГц. Оперативная память 1 ГБ, встроенной 4. Расширить память можно до 32 ГБ. Благодаря новым мозгам смартфона загрузка веб-страниц стала быстрее. Игровые возможности увеличились, а энергопотребление снизилось. Повзрослевший Android наделил флагман линейки G-Smart всеми нововведениями версии 4.2. Результаты бенчмарков. Antutu 13391. Nanomark 2, 2 место. Куадранте 3 место. С играми смартфон справляется. Каких-то особых лагов или провисаний при мне он не выкидывал. Аппарат никого не оставит равнодушным. Тем более в данной ценовой категории Gigabyte G-Smart Maya M1-2-2 занимает лидирующие позиции. Телефон доказал, что сиквелы имеют место быть. Не забывайте про подписку на наш канал, лайки и новые видео.